На борьбу с пропагандой наркотиков вышли активисты молодежной общественной организации и наша съемочная группа. Как это происходит в следующем материале? Кисточка и ведро с краской. Вот иногда самое действенное орудие в борьбе с пропагандой наркотиков. Спальный район города. Рядом две школы и колледжи. Именно в таких местах появляются надписи, зачастую непонятные взрослым людям. Они рассчитаны на молодежь, которая активно использует социальные сети и мессенджеры. К сожалению, с наступлением учебного года все чаще на фасадах зданий города Чебоксары стали появляться такие надписи. Эти надписи являются рекламой источников по распространению запрещенных веществ. Как и где можно купить наркотики? Все сообщения подобного характера управляющей компанией просто не в состоянии закрасить. Новые появляются постоянно. Злоумышленникам требуется считанная секунда. Поэтому за кисточки берутся активисты молодой гвардии. Управляющие компании не часто упрощают внимание. Наши общественники, они их видят, фотографируют, присылают нам в паблик ВКонтакте. Молодая гвардия Чувашской республики. И в дальнейшем мы уже отрабатываем с управляющими компаниями, либо с администрацией тех районов, в которых они были обнаружены. Сообщить о надписях, пропагандирующих наркотики, может любой гражданин. Заявления принимают в районных администрациях города, в правоохранительных органах. Отправить фото, надписи и адрес дома можно и в группы молодой гвардии в социальных сетях. Конечно, последствия такой борьбы не украшают фасады зданий. Однако пока это единственный способ оперативно избавиться от объявлений подобного рода. Тех, у кого есть идеи, как сделать это красиво, художников и графистов, готовых работать на общественных началах, активисты ждут в команду. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, Республика.